привет друзья сегодня я хочу рассказать вам об одном из режимов который для меня в свое время вызвал наибольшие сложности в понимании того как его включить как его найти и вообще для чего нужно что он дает речь пойдет о 10-битном режиме съемки в цветовом профиле лог погнали для чего нам это нужно в первую очередь этот режим позволяет существенно расширить возможности по редактированию цвета на пост продакшене то есть когда мы используем там неважно премьер там да винчи или любой другой редактор мы можем двигать ползунки цветовой температуры яркости контраста и прочее там в значительно больших пределах позволяя таким образом создавать просто невообразимые картинки которые мы сможем наблюдать на нашем экране в обычном 8-битном режиме таких возможностей у нас уже нет намного раньше вылазят цветовые артефакты начинает крашиться небо гребеночками всякими там лесенками цвета меняются я думаю вы легко это заметите 10-битный лог позволяет нам править все как будто мы работаем с фотографиями в режиме raw он намного легче чем видео снимаемая в raw и в то же время позволяет нам достаточно эффективно использовать цветовые настройки на пост продакшене значит 10-битный лог у нас работает при разрешении 4к в режимах 30 или 25 кадров в секунду при остальных разрешениях и при другой частоте кадров этот режим нам не доступен значит для того чтобы его включить ходим в меню цветовых настроек по умолчанию у нас 4к разрешение уже стоит 30 кадров в секунду у нас стоит формат mp4 режим iso оставляем авто цветовой баланс по умолчанию у нас стоит в режиме авто но то есть для того чтобы у нас не плавал цвет мы можем сделать этот режим фиксированным и выбрать либо по цветовой температуре которая здесь указана для солнечного дня облачно с освещением то есть обычной лампы накаливания или не он вот или выбрать непосредственно цветовую температуру уже циферками вот здесь уже можем смотреть по таблицам если есть опыт уже по собственному опыту в солнечный в яркий солнечный день режим можно зафиксировать на 5 600 кельвинов температуру цветовую вот и значит вот здесь дальше идет настройка у нас все остальное пропускаем то есть зум аэф автофокус цвет но по умолчанию стоит мон мы выбираем лог вот стиль я пропускаю манулов мануал пив тоже и тут можно сказать что вот он лог да действительно мы видим что картинка превратилась у нас в достаточно мягкую потерявшую массу информации по цветам но в то же время это еще не 10 битный лог основной момент чтобы он заработал нам нужно перевести режим работы кодека в h265 по умолчанию он стоит в h264 то есть включаем его вот здесь у нас дополнительные подменю открывается находим режим кодека h264 и меняем его на h265 все после этого у нас цветовой профиль работает в лог 10 бит хочу заметить что работа с цветом на постпродакшене задача непростая и без должного опыта цветокоррекции вы можете получить результат как у меня в этом ролике но дорогу осилит идущий значит сейчас у нас съемка идет в 10-битном цвете и в этом режиме мы можем достаточно широко править цвета даже такой ясный солнечный день пожалуй наверно в этот самый ясный солнечный день его можно наиболее эффективно показать а вот эти сказочки а вот эти сказочники собственно говоря на этом можно и завершить рассказ про лог 10 бит теперь вы знаете как он включается и для чего он может использоваться в комментариях можете указать какие режимы наиболее интересны для вас именно сейчас о чем стоит рассказать самую первую очередь я начал можно сказать самого сложного но тем не менее это то что меня беспокоило все это время пока я сам с этим не разобрался на этом я обращаюсь с вами до новых встреч а о и о и Субтитры создавал DimaTorzok